А, значит, потом Александр Журавель, который в Академии наук Украины работает, и потом в Миссисе Наташа Малеева, так сказать, участвует в этой работе. В университете Бохум Миша Фистоль, значит, помог в этой работе, и, естественно, Перебыдна Ромич Больцева, Бориса Уороновна и многие члены команды, которые в ПЕД-институте разделывали образцы и разрабатывали технологию, которую мы пользуемся. И то, что мы делаем, и отчасти я рассказывал на предыдущем воркшопе об этой же теме, ну, как будет инкрементом, то есть, такой небольшой прогресс у нас произошел, с тех пор, и, господи, я просто расскажу об этом, и, как я понимаю, есть интересы о том, какие кинетические индуктивности бывают. Возрос огромный интерес. Вот. Значит, и идея в данном случае исследовать возможности создать компактный микрорезонатор для метаматериалов, а там это необходимы, значит, такие маленькие резонаторы, и мы используем кинетическую индуктивность резонатора из лифт-ниопия, из тонких очень пленок, которая очень велика по сравнению с геометрической индуктивностью, и таким образом создаем очень компактную резонансную схему, это может быть применено в разных, так сказать, приложениях. Ну, и мотивацией для исследования метаматериалов является возможность создавать оптические элементы с необыкновенными свойствами, о которых, так сказать, Исиланга еще в 60-х годах написал статью и оставил ее на многие годы, пока в 2000-х годах не началась эпоха настоящих метаматериалов, когда научились создавать, пришла идея, что можно создать искусственные метаатомы с микрорезонатором, которые могут позволить создать, сформировать электродинамические свойства, так сказать, среды искусственной, как если бы у нас были некие экзотические естественные атомы, где мы используем их резонансы для того, чтобы, так сказать, создать материал, в котором одновременно, например, отрицательная электрическая и магнитная проницаемость, и магнитная восприимчивость. И такого рода метаматериал создается за счет того, что вы выполняете все пространство элементами, которые связываются маленькими резонаторами, которые отдельно формируют электрическую проницаемость и магнитную восприимчивость. И имеют преимущественную связь либо с электрическим полем падающей волны, либо с магнитом. И наибольшую трудность представляют собой элементы, которые хорошо связываются с магнитным полем. И классическое решение было использовать спитлинг резонатора, а значит, или кольцевые резонаторы, которые хорошо связываются с магнитным полем перпендикулярной плоскости. А сами эти резонаторы могут быть напечатаны как планатные структуры. И имеются, в принципе, сходные исторические резонаторы, которые основаны на спиралях, которые обладают тоже высокой компактностью и связью преимущества с магнитным полем, которые перпендикулярны плоскостям, в которых находятся. И таким образом резонатором может быть спираль, напечатанная как печатная схема, так сказать. И, так сказать, в предыдущих работах группы Устенова исследовались сверхпроводящие микрорезонаторы на основе неодия. И они были в форме сделанной архимедовой спирали и позволяли действительно создать резонаторы с высокой добротностью, малыми потерями и, так сказать, исследовались в связи с возможностью создания метаматериалов на их основе. Значит, и наша идея – это использовать микрорезонаторы печатные, спиральные, сделанные из тонких пленок метригиниобия, в частности потому, что этот материал имеет кинетическую индуктивность, если правильно выбраны размеры, которая в сотни раз превосходит геометрическую. И таким образом можно создать очень компактные микрорезонаторы, связывающиеся преимущественно с магнитным полем и использовать их в метаматериалах или других применениях. Например, такие резонаторы, например, могут использоваться в N-хит-камерах или, так сказать, отдельных устройствах, так сказать. И там, так сказать, это область очень хорошо тоже разработана. В предыдущих работах группу Истинова по резонаторам из Ниобе исследовались спиральные резонаторы, у которых не было центральной части, они были в форме такого кольца, то есть спираль начиналась не из центра, а с некоторого диаметра. И было обнаружено, что в этих резонаторах имеются многочисленные резонансные моды, причем они находятся в некоторых гармонических соотражениях. И с помощью лазерного криогенного микроскопа было исследовано распределение стоячих волн тока в этих резонаторах. Было обнаружено, что это распределенные резонаторы, в которых имеются, так сказать, первые моды, так сказать, полуволновые, вторые, полуволновые и так далее. И вот, так сказать, здесь я просто напоминаю, как устроен лазерный микроскоп для исследования сверхпроводящих схем, в котором имеется лазерный источник лазерного излучения, оптическая система, которая позволяет сканировать схему электронную сверхпроводящую. И локально подавляется сверхпроводимость, и одновременно измеряется коэффициент передачи через эту же схему, и создается карта чувствительности этого устройства к, так сказать, воздействию лазерного луча. И эта карта совпадает обычно по своей структуре с самим устройством, и подпрыг наиболее сильный в тех местах, где максимальная амплитуда тока стоячей волны высокочастотной. И таким образом, поскольку она действует в том же направлении, частично подавлялась как проводимость локальная. И таким образом можно создать картинку стоячих волн в микроэкзонаторах или в других сверхпроводящих схемах. Значит, в нашем случае необелые спиральные резонаторы, они были, так сказать, в виде вот такой вот спирали, которая стартует не из центра, а из некоторого радиуса. И, так сказать, в нашем распоряжении была такая спираль, мы начали с того, что проверили на имеющихся образцах, которые были несколько миллиметров в диаметре, и это, так сказать, были из необеи, и проверили, можно ли мы это моделировать, чтобы понимать их модальную структуру в этих резонаторах. И это, так сказать, вот этот экспериментальный отклик, который я осмотрел, и мы провели с помощью HFSS моделирование такого резонатора, и объяснили резонансные моды, как стоячие волны в этом резонаторе. А схема эксперимента состоит в том, что у нас есть магнитный возбудитель в виде петли, который возбуждается через коаксиальную линию, второй приемный магнитный элемент в виде петли, и резонатор вложен между ними, и, так сказать, у вас в целом довольно низкий коэффициент связи между этими магнитными петлями, и в ситуации, когда вы возбуждаете резонанс в резонаторе, то связь между этими двумя петлями резко усиливается, что мы видим в виде этих пиков, когда на 20-30 дБ растет коэффициент связи между двумя кольцами, и таким образом мы можем определить резонансные частоты исследуемого микрорезонатора. В принципе, моды такого резонатора, они довольно могут быть объяснены простым образом. Если у нас резонатор стартует из центра, и у нас полная актимедовая спираль, то токи, когда у нас возбудилась стоящая волна, они текут параллельно друг к другу по этим кольцам и с небольшим инкрементом в амплитуде. Поэтому взаимодействие между этими токами не очень велико, и, в принципе, можно рассматривать эту систему как линейный резонатор, свернутый в спираль, и если провести соответствующее геометрическое преобразование, то можно рассчитать амплитуду стоящей волны в зависимости от радиуса, и здесь имеется набор таких стоящих волн, которые подчиняются закону примерно синус N, где N – это номер моды, и R квадрат, где это расстояние между текущей точкой и центром спирали. В случае, если не в центральной части, модальная структура оказалась более сложной, и ее исследовали с помощью лазерного микроскопа, и еще была создана аналитическая модель, которой помог Михаил Хиспельт. И были рассчитаны формы стоячих волн, это распределение амплитуды 1, 2, 3 и 4 моды, рассчитанные по радиусу в сечении этой спирали. И, так сказать, мы это сравнили с измеренными откликами в лазерном, с помощью лазерного микроскопа, и смогли убедиться, что модель этого резонатора работает довольно хорошо, и, так сказать, спиральный резонатор, мы понимаем хорошо, как он работает, когда, так сказать, спираль стартует из центра, или когда она в форме кольца, ring-shade, резонатор. А дальше мы переходим уже к тем самым сверхкомпактным резонаторам, сделанным из нитридомиодия, где доминирует кинетическая индуктивность. И в данном случае резонатор сделан с помощью полосок шириной 100 нанометров по технологии, которая блестяще была разработана в пединституте, и в течение многих лет поддерживалась и развивалась. В принципе, достаточно трудное изделие, потому что здесь около 20 миллиметров этой линии свернута на диаметре около 100 микрон. Зато у нас получается очень компактный резонатор, который потенциально интересен и для применения метаматериалов, и, может быть, детектора. Вот, так сказать, эта часть такого рода спирали. И при расчете такого рода резонатора важно понимать, какую нам следует ожидать кинетическую индуктивность в этой пленке, в этой полоске. И такого рода исследования, например, проводились в Индии в риф-группе Камла-Фуры. И там они измеряли кинетическую индуктивность пленок в зависимости от толщины и температуры. Значит, вот эта толщина пленок – это измерение в зависимости от температуры и для типичных, так сказать, толщин около 5 нанометров, можно ожидать кинетическую температуру в районе 10 Кельвина, по их данным. И это довольно похоже на то, что наблюдается в наших образцах, при том, что надо понимать, что пленки из нитриленюби очень тонкие, они имеют много, на самом деле, тонких моментов, связанных с их микроструктурой. И, так сказать, там у вас может быть большая вариация в зависимости от уровня дезорганизации этой пленки. У вас может быть ситуация почти монокристалического латинса, или же, так сказать, сильно дезорганизованная пленка. И когда она дезорганизована, у вас падает критическая температура, значит, или, так сказать, и повышается киндуктивность, если у вас пленка хорошо очень сделана, не более высокой критической температуры. Чтобы сориентироваться в пленках, которыми мы работаем, мы начали с того, что исследовали образцы с несколько более крупными спиралями, в которых были контакты, двойная спираль свернутая, так что у вас есть вход и выход, шириной 1 микрон, в отличие от конечного варианта, где было 0,1 микрон. И здесь приведены результаты измерений отклика в диапазоне частот при разных температурах от 4 до 12 кельтин. И имеются резонансные частоты, которые можно связать с кинетической индуктивностью и в конечном счете с лондоновской глубиной проникновения магнитного поля эффективного, потому что пленка эта находится на уровне нескольких, толщина пленки нескольких нанометров, и эффективный параметр проникновения находится на уровне сотен нанометров. И имеется соотношение DCS в пределе для грязного материала, который довольно хорошо объясняет такого рода зависимость, как отношение дельта от тег дельта от кемевой температуры и от кемевой температуры. И когда такого рода используются соотношения, то можно взять нормализованную характеристику пленки в виде отношения обратной величины киндуктивности при металлимской температуре и построить ее в зависимости от температуры. У нас было два образца с критической температурой около 8,6 и 12,6 кельменов, и оба из них левли на кривую, которая близка к тому, что подсказывает DCS к пиотилену. И если предположить, что толщина пленки около 5 нанометров, то глубина проникновения для андалона около 680 нанометров на 4,2 кельменов для пленки с температурой 12,6 кельменов. Если отнормировать эту характеристику киндуктивности от температуры критической, так сказать, разделить на критическую температуру, то эти характеристики оказываются идентичными. Это говорит о том, что пленки остаются одинаково упорядоченными и даже по видимости у них разная толщина, так сказать, эффективная, но, так сказать, даже при уменьшении толщины пленки остаются упорядоченными, потому что если бы возрастала неупорядоченность, но при более низкой критической температуре характеристика, скорее всего, отклонялась бы от BCS. Вот. И в эти пленки с такой глубиной проникновения магнитного поля мы можем сделать оценку, насколько кинетическая индуктивность превосходит геометрическую. Для, так сказать, 100-нанометровой полоски около 1 кикогена на микрон в земле следует ожидать геометрическую индуктивность. А геометрическая индуктивность при 600-нанометрах она будет около 1-го наногена на микрон, и, соответственно, около 700 раз больше, чем геометрическая. Следовательно, в нашем резонаторе, если мы его сделаем удачно, геометрическая индуктивность практически несущественная. Это оптическая фотография исследования пленки. И здесь можно провести оценку резонансной частоты для этого резонатора, посчитав длину этого резонатора и оценив скорость света волны, которая распространяется вдоль этой линии. И учитывая кинетическую индуктивность и директорическую проницаемость подложки... А геометр К потенциальный или радиальный? А? Геометр К волны-тенциальный или радиальный все-таки? Ну, локаль, но как бы анализ вот этих самых резонаторов показал, что у вас резонанс получается практически на длине этой вот линии свернутого резонатора. Это резонанс тока или какого-то кода? Как заводится код? Ну, можно считать, что это у вас линейный резонатор, свернутый просто коком. А поле, поле магнитное, естественно, оно в первом приближении перпендикулярно, и вы связываетесь с полем, который будет перпендикулярной плоскости, где вы свернули этот самый. То есть волна идет в плоскости, то есть, не за нахер. Ну, да, у нас, в принципе, есть расчеты этого поля, я их здесь не включил, довольно интересные структуры, на высоких модах поле практически полностью замыкается в ближней зоне. На первой моде у вас большая связь, и в первую очередь через магнитное поле получается. Значит, и можно говорить, значит, это уже дальше вопрос терминологии, но набег фазы происходит вдоль вот этого проводящего элемента, так сказать, внутри. Это в ближнем поле. Вот когда вы садитесь верхом на эту самую проволоку, то в ближнем поле у вас набег фазы происходит, а в дальнем поле у вас это выглядит, как, так сказать, диполь такой. Набег фазы между соседними витками, он же зависит от радиуса, отстанчается. Да, естественно. То есть нелинейный. Нелинейный. Ну да, и когда вы считаете форму стоячей волны для такого резонатора, то вот у вас этот набег фазы, от центра, если вы двигаетесь, по радиусу, то он происходит как R-квадрат, потому что длина химедовой спирали она пропорциональна ее площади. А синус это там тогда как получается? Как там тогда получается синус, если оно все такое? Синус, если вы садитесь в систему координат, которые вдоль спирали, то там у вас синус, а когда вы переходите в систему координат, когда вы двигаетесь просто по радиусу, то у вас вот такие вот более хитрые кривые получаются. Причем, что любопытно, когда вы переходите к кольцевому резонатору, то вот здесь стоячая волна, она имеет довольно специальную форму, когда у вас в первом приближении это выглядит как кусочек синусоиды, но на краях у вас получается базовая скорость несколько выше, что приводит к довольно забавному соотношению частот спектра такого резонатора. Вот в резонаторе, когда вы из центра стартуете, там просто у вас последовательность там 1, 2, 3, так сказать, а здесь у вас, так сказать, более несколько хитрый частотный спектр. Так что, когда вы рассчитываете первую резонансную частоту, то берете длину этой проволоки, скорость света рассчитывается, и получается фактор порядка 40, так сказать, сокращение длины волны в этой среде этих темней. И такая простая оценка дает около 180 МГц для образцов, которые мы исследовали. Специально для них была сделана измерительная установка, которая позволяла измерить такой индивидуальный, так сказать, маленький резонатор 100 микрон в диаметре с соответствующими магнитными пробами, пробами соответствующего размера. И мы получили отклик, так сказать, который после калибровки, здесь данные для калибровки, там были паразитные резонансы, отклик, и соответственно были произведены измерения до перехода в сверхпроводящее состояние для калибровки этой системы, когда добротность резонатора очень низкая, он практически не влияет. И после перехода в сверхпроводящее состояние и соотношение этих двух коэффициентов передачи дало отклик, собственно, резонатора, который был внесен, и он оказался периодически, так сказать, довольно большое количество резонансных пиков, что совершенно невозможно было из нормального металла, из-за потерь, так сказать, и первый пик около 200 МГц. Вот его резонансные, так сказать, частоты, этого резонатора. И в качестве заключения, значит, это мы создали микрорезонатор 100 микронный в диаметре, который дал резонансную частоту около 200 МГц и довольно интересным образом, так сказать, соотношение размера длины волны к диаметру этого резонатора около 15 тысяч, что позволяет вам очень компактно согласовывать, например, излучение с очень компактными элементами, значит, например, с атомами, так сказать, в некоторых квантовых схемах. И это устройство может быть полезно как в материалах, так и для других применений. Вот. И, так сказать, может быть интересно и в нелинейных устройствах, так сказать, и, так сказать, в дальнейшем мы его используем, так сказать, в этих направлениях. Спасибо. Спасибо. Добротность там получается в этих примерах, здесь будут примеры из неопии, нитритной неопии, несколько разных геометриев, но это все сверхпроводящие резонаторы, они действительно сверхпроводящие. И в этой ситуации, когда вы видите добротность, которой не многие, там, десятки, сотни тысяч, это внешняя добротность, то, что вы видите. То есть это добротность, которая определяется коэффициентом связи с нагрузкой, с вашей измерительной установкой. То есть вы можете связать сверхпроводящий резонатор довольно сильно с источником и детектором, и тогда у вас будет, вы увидите относительно широкую полосу. Но если связь слабая, то, так сказать, у вас будет мускай. Как в случае двух резонаторов. То есть, какими разными? Ну, это, так сказать, резонаторов, это стандартная ситуация, что если потери маленькие, то вы скорее увидите его коэффициент связи с внешней нагрузкой, чем собственные потери. Саша, вы взяли 5 нанометров пленку, ну и, конечно, получили довольно впечатляющее отношение к геометрической индуктивности 700. Ну, у вас как это была? Цель, самоцель, или просто взяли подходящие, просто, ну, если взять подполщик, будет понадежнее, лямбда будет, конечно, немного поменьше. Как была кальция специальная у вас делать такие рекордные вещи? Ну, это было такое, как бы, исследование потенциальных возможностей технологических. Отчасти это, так сказать, ну, это была мотивировка, как бы, суммарная, так сказать, нам было интересно разработать такой вот некий новый класс резонаторов, и, так сказать, одновременно он может потенциально быть использован в метаматериалах. Наш грант оплачивается по теме сверхпроводящие метаматериалы, так сказать, там создаются устройства, которые могут быть планарные, метаодные, двухмерные метаматериалы, там могут быть использованы тоже эти микровизонаторы, и, в принципе, эта область пересекается с вопросами, так сказать, построения кубитов в квадровом центре, так сказать, эти схемы разработаны, они могут быть использованы и в применениях, связанных с кубитами, и в применениях с детекторами, связанных, так сказать, так что получается, ну, такое исследование, в котором сочетание, так сказать, исследования материала с, так сказать, потенциальным использованием этого устройства, при том, что в данный момент, так сказать, это применение не столь, так сказать, специфическое. Ну, а выход, какой был ремонт, Григорий Домович, выход, то, что вы 5 нанометров, допустим, взяли 10 нанометров, ну, там, все более надежно, немножко поменьше. Пожалуй, не в толщине, а сама по себе, поскольку эти 5 нанометров, 4-5 нанометров, сам по себе материал, который использовался для смесителей, потенциальных полоидов, которые прошли Space Qualification, слетают пленки эти надежно. Но разница в том, что когда делается очень длинная полоска, то, ну, с увеличением длины, соответственно, набегают различные, довольно неожиданные погрешности и не чисто геометрические, связанные, скорее, с подложкой, ну, их довольно много. Эта спираль не геометрически, а во времени как бы нашего, нашей работы, она срезана сильно, Саша, этот серпантин, сильно срезал, а на самом деле по дороге мы довольно много набрали удивительных погрешностей, которые там набегают, могут быть нормальные включения, и бугорки, вот какой-то бугорок на подложке возник, всего на этом месте будет слабое звено. Какой примерно был выход продукции у вас? Сначала был ноль. Положеный. Долго был ноль. Потом, наконец, мы когда догадались, что надо контакты приделать, и сначала мы как, ну, делали, вот резонанс, там нету ничего. Потом приделали контакты и стали следить, где в нашей технологии проблемы возникают. Ну и, наконец, вычистили все это дело, стали получаться. В общем, это обычная такая физическая... А если бы для 10 нанометров? Нет, нет, это ничего абсолютно не дает. Ну и при этом, вот то, что пленка с ТСЕ по 8 кельминов на 12, что у них примерно одинаковое поведение, а температура у кельминов на 300, говорит о том, что эксценты совершенно на ней построены. Ну, для конца, вот, кэпцент диффузии, когда меряешь кэпцент диффузии, то он действительно одинаковый. Да. То есть в этом смысле совпадает измерение кэпцент диффузии во втором геотическом поле и вот эти резонансы. И с двух сторон говорят о том, что рассеяние в пленке оно на точечных дефектах, которые очень тесно расположены там, и в этом смысле немножко толще то, что... Да, понятно. То есть, если заниматься другими приложениями, то вам надо делать некий всегда компромисс, так сказать, в зависимости от ваших потребностей процента выхода, так сказать, постепенно, так сказать, вещи уточняются, главное, улучшаются. Значит, вам надо делать выбор, какой длины вы хотите брать элементы, так сказать, и в соответствии с этим, так сказать, уже оптимизировать. Потому что если у вас есть практические обязательства, скажем, арейн, например, то, естественно, вам надо делать покороче и, так сказать, оптимизировать под вашу задачу, но, так сказать, иметь в виду, что это технология, которая с каждым разом становится все, так сказать, более совершенной и достигает даже вот таких как бы довольно трудных результатов. Понятно. Пожалуйста, спасибо. Можно ли вот эту вашу гребенку каким-то образом двигать, например, меняя температуру? Да, 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 это как раз один из элементов, который, как бы, было мотивацией, вот если делать сверхповодящий материал, то это вещь, которую можно... Перестраивать изолятор. Да, перестраивать изолятор температуры. На какой? На какого? Ну вот, в качестве примера... Сейчас, одну секунду. Вот, так сказать, это перестройка такого типа резонатора, то есть, ну, у вас там. То есть, мы подложку можем подогревать, и она подойдет... Да. Ну, другой вариант, это накладывать постоянное магнитное поле, как-то приведет к тем же результатам. То есть, это может быть, может быть, проще приближать между двумя полем. Между двумя магнитами одного поля, то, скажем, какую-нибудь катушку достать и иметь такой набор элементов, которые вы все одновременно перестраиваете. А какая скорость перестраиваете? Время, релаксирование, изопентура. Температура и быстро. Канализатор спектра подключаешь, видишь там резонанс, потом поднимаешь этот дипстик немножечко, побежал. Нет, но Григорий Науч делал такие опыты, и relaxation time в такого рода пленках находится на частотах около гигагерц. То есть, вы можете... Да, то есть, вы можете... Температуру немного гостро регулировать. А магнитное поле? Пожалуйста, можно. С огромной частотой. Да. Так что, можно какие-то модуляционные делать. можно мощность, в самом случае, мощность можно. Резонанс загоняется не только температурой, а темпе, а темпе, так круче он поехал. Сигнал, мощность, можно тоже... Сигнал нам ждал над Богом, мы не можем... Заливаться задачки. Да. Но сигнал не трогает. В чем-то замечательный. Понятно. Ну, в очень магнитном поле, так сказать, у вас более универсальная будет регулировка, потому что, если у вас множественные резонаторы, то сигнал может попадать с разной мощности, с разной свечи, в разные резонаторы, а магнитным полем, скорее всего, будет больше однородного. Хорошо, коллеги. Поблагодарим еще раз. Проводимся. Так, собольфан разогрелся на свои вопросы.